Добрый вечер, ребята! Привет, ребята! Ну ладно, пока. Здравствуйте! А, Валёнушка, а с кем это ты по телефону разговаривала? Да так, подружка одна, Ника. Она всё к себе в гости в Купчино зовёт, а я не хочу к ней ехать. Почему? А что интересного в этом Купчино? Там только однеблочные дома, и все одинаковые. Ну, заблудишься ещё. Это ты зря, Валёнушка, так говоришь. Интересные истории можно найти в любом месте. А вот спальные районы Санкт-Петербурга это очень интересная часть истории нашего города. Спальные районы? А почему они так называются? В них все спят? Да нет, спят в них не больше, чем в других районах нашего города. Просто дело в том, что вот все предприятия, фирмы, заводы, они сосредоточены в основном в центре. А на окраине там стоят в основном дома, где люди живут и отдыхают. Вот поэтому и назвали эти районы спальнями. Ну, только я не до конца понимаю, что в Купчино-то интересного? Расскажи нам, дедушка. Ну, что ж, попробуем. Начнём с того, что Купчино раньше было деревней. И называлось немного по-другому. Купсино. Ну, и выглядело примерно вот так. Вот, представляете? Вот там, где сейчас Купчино, была вот такая деревушка. Но, вы знаете, что впервые упоминание Купсино было в 17 веке на картах, топографических картах Швеции. А почему на карте Швеции? Да потому, что в те годы как раз эта деревня принадлежала Швеции. Вот как интересно. Там, где сейчас Купчино, там раньше была территория Швеции. И ограничивалась эта территория тремя улицами. Альпийским переулком, Белградской улицей и улицей Димитрова. И это была Швеция? Да. Получается, что Купчино на 27 лет старше Санкт-Петербурга. Вот. В самом начале 18 века в ходе Северной войны деревня Купсино была захвачена русскими войсками. И эта область уже стала частью России. Вот. Потом уже был построен Санкт-Петербург. И в 18 веке через Купчино была проложена Царскосельская железная дорога. И потом было еще много других железных дорог построено. Так что у Купчино тоже своя история. А речка там была? Конечно. Конечно. Обязательно деревни строились ведь рядом с речкой. Эта речка называлась Волковка. Кстати, в районе Альпийского переулка есть небольшой пруд. Так вот, этот пруд и есть часть русла реки Волковка. Значит, и у Купчино есть своя история? Конечно, есть. Ну, конечно же, в Купчино нету таких памятников, как в центре города. Нету красивых исторических зданий. Но своя история у Купчино есть. И эта история тоже очень интересная. Дедушка, а когда Купчино перестало быть деревней? В 20 веке Петербург строился, расширялся. И в 30-х годах, в 1930-х годах Купчино уже вошло в городскую черту. Вот, когда началась война, то на территории Купчино строились фортификационные сооружения, различные заграждения противотанковые, чтобы не могли танки войти в город. Вот. А в 60-х годах уже началось большое строительство блочных домов, потому что их можно было строить довольно быстро. Вот, посмотрите, вот это улица Ярослава Гашика. Вот, на протяжении всей улицы стоят одинаковые, очень похожие друг на друга дома. А сейчас, вот посмотрите на эту фотографию, уже район Купчино соединили с московским районом вот таким большим мостом, где, вот видите, строят уже не типовые дома, а уже кирпичные дома по оригинальному проекту. То есть, район Купчино расширяется, строится и становится все более и более оригинальным и своеобразным. И вот, что еще интересно. Названия многих улиц в Купчино связаны с географией и с искусством Балкан. Послушайте эти названия. Белградская, Будапештская, Бухарестская, Малая Балканская, Софийская, Олега Дундича, Загребский бульвар, Ярослава Гашика. Кстати, в самом начале улицы Ярослава Гашика совсем недавно был поставлен памятник. Как думаете, кому? Ярославу Гашику. Нет, его литературному герою, бравому солдату Швику. Так что, зря ты не хочешь, Аленушка, ехать в Купчино к своей подружке, потому что она тебе может рассказать много интересного про свой район. И не только рассказать, но и показать. Вы можете погулять Покупчино и посмотреть там всякие интересности. Хорошо, сейчас я тут ей позвоню. Нет, только не сейчас, потому что сейчас настало время, что делать? Смотреть мультик. Конечно, будем смотреть мультфильм. А мы, ребята, с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Пока.